Всем привет, призыватели! Мы продолжаем серию гайдов для новичков, и в сегодняшнее видео мы затронем среднюю линию, в простонародье – мидлейн. Поехали! Прежде всего, нужно посмотреть, какие изменения произошли в предсезоне, которые в значительной степени повлияли на мид. Каждый год перед сезоном райты стараются внести кардинальные изменения. Таким образом, когда-то ввели новую систему рун, переработали систему предметов и многое другое. Как видите, для того, чтобы освоить роль, всегда нужно быть в курсе всех значительных обновлений в игре. В этом году райты добавили двух новых драконов – химтекового и хекстекового. Получив душу хекстекового дракона, на карте появляются порталы для быстрого перемещения. У большинства мидеров взрывной урон. Их цели – это мягкие цели, которые стоят позади всех, и телепорт позволит быстро добраться до них, минуя фронтлайн, ну или резко сменить и занять более выгодную позицию в файтах за дракона или барона. Также, на что стоит обратить внимание, это переделка старых и добавление новых предметов. Например, предмет-венец позволяет многим магам быть более живучим, или предмет для ассасинов, который позволяет им откатывать свой ультимейт быстрее. Более подробное об изменениях предсезона вы можете узнать из наших предыдущих роликов. Ну а мы двигаемся дальше. Кстати, настало время вопроса дня. Итак, как вы думаете, какой ОП-чемпион является самым популярным на всех ролях? Ответ оставляйте в комментариях под этим видео. Давайте продолжим. Вы решили выбрать мид. Один из важнейших элементов Лиги – это разработка плана на Эрлигейм. Прежде всего нужно понять, что нельзя сосредотачиваться только на игру 1-1 против вражеского мидера. Лига Легенд – это командная игра, и здесь нужно учитывать все нюансы, с которыми вы столкнетесь. Как мидер, вы всегда должны знать и механику лесников. Это очень важно, так как в современной миде мидер и лесник, можно сказать, держатся за руку. Давайте представим, что вы взяли чемпиона с очень сильной ранней игрой, ну, например, Пантеона. И вот вы доминируете на линии, загнав вражеского мидера под башню. Но вот у врага лесник также сильной ранней игрой, например, Лисин или Лиза, то с очень большой вероятностью они выйдут на ганг именно к вам. И к этому нужно быть готовым. Если и у вас в лесу такой же агрессивный лесник, то здесь можно расправить крылья и отыгрывать более смело. А вот если у вас в лесу фармящие лесники, такие как Мастер или Шиванна, то здесь уже стоит готовиться к тому, что ваш лесник не сможет вам помочь. Вам нужно будет просто зафризить крипов, и тогда смело трейдиться в безопасной части линии. Ваше влияние чуть снизится. Однако вы все равно выиграете по крипам, хп и опыту. Роум – это еще одна из сильных механик мидера, о котором вам необходимо знать. Вы запушиваете свой лайн, а затем смещаетесь на ганг к одной из боковых линий. Как видите, ничего сложного. Однако здесь есть свои нюансы. Давайте представим, что вы опять играете пантеоном, а в вашем лесу фармящий лесник. Вы запушили врага под вышку, и он боится вступать с вами в трейд. Тогда мы смотрим на карту и ищем лайн, который можно гангнуть. Выбирать лучше тот лайн, где враги находятся дальше от своей вышки, а также где вас поддержат ваши тиммейты. Ведь если ваш ром не удастся, то, скорее всего, вы отстанете от вражеского мидера по галде и опыту. Прежде чем идти в ранговые игры, мы настоятельно советуем вам хорошо изучить механику своего чемпиона. Ведь очень важно знать и понимать, как работает ваш чемпион, против кого будет играть легко, а против кого стоит играть более сейвого. Какой предмет подойдет в той или иной ситуации лучше. У каждого чемпиона есть свои поверспайки, и нужно отыгрывать от этого. Поверспайки вы можете получать с определенного уровня или же с покупкой каких-либо предметов. Лига Легенд – динамичная игра, где все может пойти не по плану. Да, так бывает. Например, ваш лесник решил зайти во вражеский лес и пингует вам, чтобы вы помогли ему. Если у вас тяжелый матчап и вы не доминируете на линии, или другие тиммейты выдвинулись ему на помощь, можете смело оставаться на линии. Не вините себя, если лесник умер. Он тоже должен уметь взвешивать все за и против. Лучше остаться на линии и не терять голду, опыт и вышку, чем бежать в зону, которую ваша команда не контролирует. Да, звучит ужасно. Однако важно понимать, что такое маленькое преимущество для команды ничтожно по сравнению с тем, что вы можете потерять. Еще одной из важнейших вещей в лиге – это знать, когда нужно бэкнуться на базу. Многие допускают ошибку и пренебрегают этим, оставаясь на линии с тонной голды в кармане. При этом вражеский мизер бэкнулся на базу и вернулся с предметом. А это значит, что теперь у него перед вами преимущество. Сама по себе голда не принесет вам никакой пользы на линии. Преимущество дает предмет, пусть даже не полный. Например, вы играете за мага, то получив 1300 голды, лучше бэкнуться на базу и купить предмет на ману и вернуться на лайн. Тогда вы уже сможете больше спамить своими умениями, добивая больше крипов, а также паукать врага. Согласитесь, это лучше, чем сидеть под вышкой с тонной золота, но при этом без маны и добивать крипов ластхитом. На этом все, ребята. Сегодняшнее видео подходит к концу. Стоит понимать, что это лишь основы, так сказать, верхушка айсберга. Но надеемся, что для новеньких игроков данное видео будет полезно. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и нажимайте на колокольчик. Кстати, да, всех с наступившим Новым Годом! Ну что же, а с вами была Ололос. Всем спасибо за просмотр и пока-пока.